Кто-то из мудрых когда-то сказал, как человек относится к животным, так он относится и к людям. Уверена, что зрители наши самые добрые и гуманные. Вы смотрите программу «Лапа и хвост», программу о братьях наших меньших. С вами Юлия Север и Аль Пачо. Смотрите в программе «Он или она?» Сотрудники зоопарка выяснили пол 25-летнего крокодила. Приятных сновидений, интересные факты о том, как спят животные. У каждой собаки должен быть дом. Барби ждет своего хозяина. Крокодила – одни из самых крупных хищников. В настоящее время насчитывают около 20 видов этих рептилий. К примеру, это кайман. Зовут волокост, ему 6 лет. Совсем еще малыш. А вот самый большой крокодил, который живет в губернии – это Нильский. 25 лет он обитает в Самарском зоопарке. И все это время доподлинно не было известно, кто же он – самец или самка. Ответ на этот вопрос ищите в нашем сюжете. Крокодил Кузя в недоумении. Обычно желающих залезть к нему в террариум нет. А тут целая делегация. Чтобы взвесить крокодила, сотрудники зоопарка разработали план – заманить рептилию на носилки и накрепко связать его. Метод не самый безопасный для людей, зато наиболее гуманный для животного. От снотворного решили отказаться. Здесь нужно, зная его точный вес, рассчитать дозировку данного. Если превысить дозировку, животное может погибнуть. И это может закончиться плачево. Поэтому мы выбрали, может быть, на первый взгляд опасный, но самый безопасный для крокодила. Поехали. На грудь, на грудь. Нет, ближе, значит. Ближе, вот, блин. Давай туда еще. 131 килограмм, 3 метра, 15 сантиметров. Абсолютная норма. Более того, Кузя, как выяснилось, самый тяжелый нильский крокодил в России из своих сородичей, которые содержатся в зоопарках страны. Конечно, в дикой природе нильские крокодилы крупнее. Среди представителей этого вида встречаются особи длиной 4-5 метров. Рекордные габариты нильского крокодила – 6 метров. были зафиксированы в последний раз в 1905 году. Мы всей семьей приехали сегодня в зоопарк посетить это уникальное мероприятие, посмотреть, во-первых, вблизи на крокодила настоящего живого и поучаствовать в взвешивании. Очень приятно, что именно в Самаре оказывается очень крупная особь. Однако взвешивание рептилий – это не просто шоу для зрителей, а важная научная миссия. Получив все нужные данные, можно судить о физическом здоровье животного и скорректировать его рацион питания. Кроме веса, длины, обхвата хвоста, сотрудники зоопарка определили и пол крокодила. Обычно в зоопарках кличку крокодилам не дают. Здесь же сделали исключение. Кузя – ровесник Самарского зоопарка. И все эти 25 лет стоял вопрос, заслуженно ли рептилия носит свое мужское имя. Теперь, когда пол научно подтвержден, ему будут пускать самку. Мы сейчас прорабатываем предварительные варианты, у кого что есть. Ну и из всех вариантов будем выбирать, смотреть. Уже зная пол, будем смотреть, пройдет ли ему, так скажем, данный партнер. Кроме Кузи, сотрудники зоопарка взвесили двух питонов. Сначала экспериментальным путем, а потом обратились к более надежным средствам. Второй питон оказался немного легче. Весит он 26 килограммов, что также является нормой. Взвешивание змей в Самарском зоопарке теперь состоится через два года. А вот Кузя на весы встанет только через пять лет. Сон – неотъемлемая часть жизни. Уж сколько раз мы слышали, что норма здорового сна – 8 часов. Но это у человека. А вот сколько дремлет братья наши меньшие? Правда ли, что лошади спят стоя? И как долго длится зимняя спячка? Ну, к примеру, у сурков. Если люди все спят практически одинаково, то в мире животных у каждого свои обычаи и предпочтения. Какие – давайте разбираться. Сон – явление всеобщее. В нем нуждаются все живые существа. Продолжительность сна у животных зависит от многих обстоятельств. Кому-то хватает и двух часов, а кто-то может проспать и целые сутки. Вот вам некоторые занимательные факты о том, как спят животные. Вопреки расхожему заблуждению, лошади не спят стоя. Стоя они могут лишь находиться в состоянии некой дремы. Полноценным сном это назвать нельзя. Для того, чтобы погрузиться в настоящий глубокий сон, во время которого будет отдыхать и тело, и мозг, лошади ложатся. Чаще всего – на бок. Однако из-за особенностей строения тела. Спать в таком состоянии лошади могут не более 3-4 часов. Пожалуй, один из самых интересных вопросов – как спят жирафы. Действительно, на первый взгляд, с такой длинной шеей устроиться на отдых довольно проблематично. Но у природы все продумано. Жирафы спят согнув шею, укладывая голову на нижнюю часть задней конечности. Интересно, что жирафы спят буквально по 10 минут, зато несколько раз в день. А вот у домашних животных более продолжительный сон. Собаки спят около 10 часов в день. И не обязательно в ночное время. Они могут подремать днем часа два или завалиться на боковую после ужина на часок. Поскуливание, перебирание лапами и даже вскакивание во сне не является тревожным симптомом. Считается, что собаки, как и люди, способны видеть и переживать сновидения. А вот видят ли кошки сны? Ученые спорят до сих пор. Одно известно наверняка. В царстве Морфея пушистые морды проводят по 14-16 часов. Заснуть кошки могут практически в любом положении. Им так удобно. Но есть рекордсмены сна. Барсуки, медведи, ежи спят по несколько месяцев. Правда, только в холодное время. Зимняя спячка представляет собой замедление процессов жизнедеятельности и обмена веществ на определенный промежуток времени. Самым известным представителем животного мира, впадающим в зимнюю спячку, является медведь. Следует отметить, что его спячка считается неглубокой. Это скорее дремота. Температура его тела не становится настолько низкой, как у других животных, пребывающих в истинной спячке. А вот в зоопарках бурые медведи и вовсе бодрствуют круглый год. Природные медведи впадают в спячку. Это в первую очередь, естественно, связано с отсутствием корма. Они осенью набирают жир, усиленно очень питаются. И строят себе, делают берлоги и впадают в спячку. Так как у медведя, у нашего еда круглогодичная, то есть ему кормят, в спячку ему незачем впадать. Он на самом рождении. Но, естественно, немножко он вял. Он, конечно, заторможенным становится, потому что его из природы привезли. То есть это не из другого зоопарка медвежонка мог быть. Ну, немножко такой сонный, вялый, но, в принципе, покушать всегда встает, с радостью бежит. Проснулись или нет? Этот вопрос волнует всех пришедших на экологический праздник в Самарский зоопарк. На Сурков, Ивана и Еву возложена ответственная миссия – определить, когда придет весна. Но хвостатые оракулы выходить из своего домика не торопятся. Однако измученные морозами самарцы все равно верят в лучшее. Да, я думаю, он обязательно выйдет, ведь уже как-то хочется солнышка и весеннего тепла. Я тоже думаю, что он вылезет. Хочу очень сильно весны. Конечно, нравится зима, но хочется и тепла немножко. Согласно поверью, именно 2 февраля нужно следить за поведением грузуна. Если он вылезет из норы и, увидев свою тень, спрячется обратно, значит зима продлится еще 6 недель. Ну а если отправиться гулять, жди потепления. В Самарском зоопарке из года в год исправно традицию чтут и устраивают из пробуждения грузунов целое событие. Однако напоминают, эта примета появилась в США и актуально остается, разве что за океаном. В России сурки в дикой природе обычно спят до марта. Вот Иван и Ева пробуждаться так рано не захотели. В зоопарке, конечно же, условия не такие суровые, как в природе, да? И обычно у нас в зоопарке сурки к этому времени либо совсем проснулись, либо, как в прошлом году, только начали просыпаться. Ну а в этом году мы можем увидеть, что их даже шевеля рукой разбудить сложно. Наверное, раз в 10 я трогал сурка, да, а он обратно ложится спать. Есть большая вероятность, что весна в этом году начнется чуть позже обычного срока. Узнала, что по ним можно определить, когда придет весна раньше или еще затянется зима. Очень, ну, что узнала про их размеры, про вес, что они перед зимней спячкой набирают вес до 6 килограмм. И что они размером с довольно небольшую кошку. Конечно, насильно будить Ивана и Еву и тем самым торопить тепло никто не стал. Сотрудники Самарского зоопарка напоминают, что День сурка в России – это в первую очередь экологический праздник, главная цель которого – забота о пушистых метеорологах. Ни для кого не секрет, что общение с животными благоприятно влияет на наше психологическое здоровье. Для некоторых кошки, собаки, хомяки являются настоящими антидепрессантами. Возможно, герой нашей рубрики «Хочу домой» станет вашим личным антидепрессантом. Этой малышке всего 5 месяцев. За невероятно обворожительный взгляд и смазливую мордочку щенка прозвали Барби. И только потом, познакомившись ближе, сотрудники приюта поняли, что кроме симпатичной внешности собака может похвастаться и послушным характером. Барби активна, дружелюбна и не пощенячь умна. Мы ее нашли на территории одного из рынков самарских. Девочка бегала совсем маленькая еще была. Была в ошейнике. Чистенькая. Видно, что домашняя. По какой-то причине оказалась на улице. Поиск прежнего хозяина результатов не дал. Теперь Барби пристраивают в новую семью. Малышка очень игривая, очень социальная. Мы ее берем, когда выезжаем в школу к детям, она общается. Она уже освоилась в этом плане. И дети очень радуются. И Барби тоже охотно с ними общается. Несмотря на то, что Барби далеко не миниатюрная собака, вырастить охранника из нее навряд ли получится. Уж слишком добродушный характер. Зато она будет отличной нянькой, уверяют сотрудники приюта. Я думаю, она будет, скорее всего, среднего размера или даже чуть покрупнее. Потому что растет, такие лапкиниши, крупненькие, широкие. Поэтому она маленькой не будет. Но я думаю, что она отлично подойдет для квартиры, для семьи с детьми. Потому что она такая общительная, абсолютно безвредная. Она не кусается у нас. Барби ждет вас в приюте для бездомных собак хати. Это все, о чем хотели поведать сегодня. Надеюсь, вам и вашим пушистым или пернатым друзьям было с нами интересно. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова